Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Израиль в России и Украине. Подполковник военной разведки, простите, в отставке. Цвиз, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Алекс. Рад вас приветствовать. Итак, уходящий год, декабрь. Мы записываем эту программу накануне Нового года. Год уходит, принято подводить итоги. Я бы хотел сегодня первую часть нашей встречи посвятить Израилю, а именно угрозы и опасности, которые подстерегали Израиль в минувшем году и как они отольются нам, если можно так выразиться, в году следующем. Итак, какие главные угрозы безопасности государства Израиль, на ваш взгляд, были в 2022 году? Это постоянные угрозы. Каждый период они в какой-то мере нарастают или успокаиваются на определенное время, но это те же. Основной угрозой считают Иран, в частности, его и намерение, и ядерную программу, и его вообще поведение в регионе, имеется в виду террор и давление на соседние государства, выстраивание антиизраильских и антизападных каких-то там коалиций, естественно, и активности в районе Сирии и Ливана, где они выстраивают свои инфраструктуры, в частности, направленные против Израиля. Так что весь этот иранский комплекс рассматривается как основная угроза и, соответственно, занимается им как основным противником. Это одно. Вторая проблема это с палестинцами, которые в той или иной мере ведут себя не всегда адекватно. В последнее время как раз они вели себя достаточно спокойно, я имею в виду ГАЗу, имеется в виду Хамас и то, что называется автономия на территориях. Да, они, конечно, продолжают свою активность, иногда стреляют, иногда пускают ракеты, иногда проводят те или иные террористические мероприятия, но в основном после тех действительно больших зачисток, которые были пару лет назад, за последний год-два они ведут себя более, скажем, умеренно. Хотя это не значит, что это не вернется на круги своя. Усилилось вместе с тем, естественно, террор со стороны террористок-одиночек, которые, да, заправляют и Хамас, и исламский джигад, которым заправляет Иран. Так что тогда как раз усилилось. Это угроза внутреннего такого полицейского характера, а не более широкого масштаба. Но она существует, и она тоже рассматривается как отдельная отдельность и серьезная угроза не общей безопасности, но, естественно, порядку, спокойствию жизнями жителей и так далее в этом отношении. Все остальные, так сказать, угрозы, условно говоря, которые были в прошлом основными, ушли на задний план, практически нет угроз со стороны арабских государств, ведут себя не просто, как скажем, спокойно или умеренно, а ведут себя более активно-позитивно. Да, было реализовано несколько мирных договоров, задействовано дипломатические отношения с разными государствами, соглашения Абраама, напоминаю, существуют и они расширяются. Так что в этом контексте у Израиля нет очень, скажем, крупной, серьезной проблемы в военном отношении. Да, действительно, есть там еще те или иные, которые колеблются насчет выяснения отношений с Израилем, но, в принципе, это все направлено в позитивном, так сказать, тоне. Иран, конечно, проблема и не только Израиля. Заметьте, что Иран угрожает здесь почти всем странам региона, кроме тех, которые уже под его, так сказать, эгидой или под его пятоями, ведущий сийский блок, который это включает и Сирию, в какой-то мере Ирак туда вписывается как минимум частично, и, естественно, Ливан, и Йемен, все эти государства, они, да, сотрудничают с Ираном и готовятся к тому или иному, скажем, к военной активности в той или иной мере, а государства арабские сиуницкого толка, они находятся как раз на другой стороне, противоположной стороне, и они находятся в состоянии угрозы со стороны Ирана, и есть сотрудничество между ними и Израилем, одна из составных именно этого соглашения Авраама, и есть именно военная сторона, или военная, скажем, составная этих, договоренностей, и направлены против Ирана, и же с ним, против исламского радикализма, в том мере, который сейчас спокойно себя ведет относительно, напоминаю ИГИЛ, напоминаю исламское государство, все, что с ним связано, Аль-Кайду тоже, но они теперь сидят относительно тихо и могут в какой-то мере встрепенуться в ближайшем будущем, поэтому все эти арабские государства, которые сказал, которые дружат сегодня с Израилем, пристально следят за ними, чтобы не полыхнуло еще раз, а все может случиться, так что это основные голосы, вот примерно картина. Где, на ваш взгляд, в этой ситуации находится Турция? Минувший год ознаменовался улучшением отношений, то есть мы не можем, конечно, говорить о том, что наши отношения с Турцией вернулись на докризисный уровень, но, тем не менее, было беспрецедентное сотрудничество турецких и израильских спецслужб, вы помните эту историю с киллерами из Ирана, которые охотились за израильскими высокопоставленными чиновниками и просто туристами в столице Турции, то есть что происходит на израильско-турецком направлении? Ну, Турция сменила, если так обобщать, сменила геостратегический курс и в какой-то мере, я не знаю полностью, на время ли отказалась от предыдущего намерения возглавить, скажем, мировую исламскую систему, которую пока еще никто не сумел возглавить, но она пыталась в какой-то мере. И, отходя от этого и конфликтуя с другими игроками в этом регионе, в частности, с тем же Ираном и с другими, она пересмотрела свои отношения с Израилем, который в то время, когда она пыталась стать исламским, скажем, лидером или знаменосцем, она использовала негативные отношения с Израилем, которые она испортила же, именно для того, чтобы использовать это как знамя для мобилизации, поддержки, но это уже в прошлом, она от этого отходит и постепенно наращивает или возвращает на внешнее русло отношения с Израилем, и в какой-то мере это продвигается в нескольких направлениях, и вы уже помянули спецслужбы, наверное, есть еще и другие, экономика помаленьку начинает, скажем, возрождаться и другие там конкретные проекты, так что в этом отношении Турция находится на нейтральной зоне, если можно сказать, я бы даже уточнил и сказал, что она более близка к Израилю почти как в прошлом, до срыва этих отношений несколько лет назад. Скажите, в ситуации, когда Израиль приближается, и, в общем-то, весь мир, как вы правильно сказали, приближается к решению иранского вопроса, потому что его придется все-таки решать, мы с вами говорили в одной из наших программ последних о том, что, это ваши, кстати, были слова, что Иран допустил роковую ошибку, что он ввязался в войну в Украине, то есть, на самом деле, они, конечно, напрямую как бы не участвуют в войне, но продажа иранских беспилотников России, передача, грядущая передача баллистических ракет и так далее, и так далее, это перелог тому, что Иран как бы встал, так сказать, на определенную сторону и противостоит, теперь напрямую противостоит НАТО и Соединенным Штатам. В этой связи, какова роль Турции в возможном противостоянии Израиля и его союзников с Ираном? Я бы не спешил утверждать, что украинский вопрос или украинская составная в иранском контексте, она, скажем, хуже или мрачнее, чем его ядерная программа. Это основная проблема с Ираном, а все остальное это так или иначе мелочи. В какой-то мере Иран проводит террористические операции по всему миру, направленные против Израиля и еврейского народа, и против его недругов. Так что в этом отношении, ну, еще одна там Украина не меняет, не меняет, скажем, состава преступления в этом отношении, хотя, естественно, это в той или иной мере Иран стал в открытую заявлять о своей позиции по этому вопросу. Турция в какой-то мере пыталась вести себя адекватно с Ираном, в смысле нейтрально. Не наступая друг на ноги, напоминаю, что и Турция, и Иран вместе с Россией до данного момента находятся на территории Сирии, решат какие-то свои вопросы, в какой-то мере конфликтуя друг с другом, но не очень серьезно. И в этом отношении у Турции, скажем, сложные отношения со всеми, двойные стандарты, если хотите, непонятно, куда наклонить. В отношении Израиля и Ирана, ей понятно однозначно, что здесь происходит, и, по-моему, в лучшем случае может быть нейтрально, а в лучшем она может занять какую-то позитивную позицию, вмешиваться она не будет, понимаю, но она может высказываться, она может оказать то или иное политическое давление на одну из сторон, но, по-моему, она отнесется к этому нейтрально. Это очень сложный вопрос не только по отношению к Турции, многим государствам будет непросто переварить, скажем, то развитие события, на которое вы намекаете. А НАТО, на ваш взгляд, не ввяжется в это дело, или американцы? Давайте разделим. У НАТО, как таковой, не ввяжется, у НАТО есть свой участок, и он должен внести там порядок, соблюдать порядок на его границе, понятно, с кем. А Соединенные Штаты в этом отношении однозначно на стороне израильской позиции, Израиль поддерживает те или иные намерения. Непонятно до конца, по-моему, даже правительству вмешается ли в том плане, что будут участвовать или примут участие в решении иранской проблемы, скажем, в активной форме, скажем так, в кинетической форме. Израиль намерен это сделать, если это пресечет определенную красную черту. Мы не говорили, Соединенные Штаты в той или иной мере поддержат, помогут, не обязательно будут участвовать, и не обязательно их помощь необходима. Цвин, ну если говорить о безопасности Израиля, о таких вот серьезных угрозах, и посмотреть на то, что сейчас происходит, у нас принято, присяги привели правительство, и очень многие сотрудники, бывшие сотрудники и нынешние сотрудники службы безопасности, военные, генералы, утверждают, что то перераспределение обязанностей, которое сейчас происходит в правительстве, в частности, выводится из подчинения Министерства обороны, выводится Мишмара Гуль, то есть пограничная полиция, то есть она будет подчинена, точнее, не Министерства обороны, а есть подчинение комиссара полиции, то есть она будет подчиняться непосредственно министру, и так далее, и так далее, то есть есть целый ряд опасений о том, что будет ослаблена боеспособность армии, и утрачена такая сдерживающая сила наших служб безопасности. Не хочу высказываться слишком политически, но все же я хочу заметить... А что нам мешает высказываться политически? Ну, не занимать определенных позиций, я не в том. Я хочу, просто попытаюсь называть вещи своими именами. Например, новый, бывший, если хотите, премьер-министр Натаньяу, до недавнего времени был премьер-министром того же Израиля, и стоял за именно этой военной или геополитической доктриной, которая реализуется и сейчас, и нет оснований полагать, что он ее отменяет или меняет. Все вопросы, которые мы минуту назад обсуждали, это его концепция же, которая была реализована и не была изменена. Наоборот, она была поддержана предыдущим правительством. Так что в этом отношении вся стратегия в той или иной мере не изменится ввиду смены правительства. Руководство вооруженных сил в какой-то мере тоже ненамного изменится. Будут его возглавлять, скажем, те же военные, которые сейчас в мундирах или которые были в прошлом мундирах, но это одного поля ягоды. Они понимают обстановку, они умеют с ней работать и не умеют ее решать. Так что в этом отношении это ненамного изменит концепцию. Были и есть определенные вопросы, специфические вопросы, достаточно маргинального толка, если речь идет о огульной стратегии, касающейся и вопроса, о котором упомянули, это поведение или ответственность вооруженных сил, касающейся, скажем, палестинских территорий и касающейся задействования, то, что называется, пограничной службы, которая в той или иной мере является основным звеном, решающим военные вопросы на этих территориях. В этом отношении в какой-то мере будут изменения. Я еще не знаю, по-моему, слишком рано судить, насколько это ухудшит или изменит ситуацию, потому что, в конце концов, проблемы это те же формации, те формирования, которые будут их решать, будут те же. А политический подход к этому, более жесткий или менее жесткий, это вопрос уже политический. В этом отношении не только вооруженные силы и министр обороны будут решать, как и что проводить или не проводить на этих территориях, а тут еще и другие участники этого, скажем, политического собора, правительства, которые будут принимать участие в обсуждении этих вопросов, не намного изменится. Хотя политические, разные политики чувствуют по отношению к этим вопросам смены, скажем, ответственности, курса направления, какие-то там ущербы или обиды. Но, по-моему, не намного изменится. Если вещь идет о безопасности страны, я ничего не говорю. Да, о безопасности, конечно. У семи нянек дитя без носа. Именно вот на это вот и, так сказать, пытаются надавить ныне действующие и отставные генералы. Хорошо, давайте оставим в покое сейчас тогда чисто политический аспект, вот внутренние наши разборки. А как, на ваш взгляд, могут повлиять, ну, скажем так, неосторожные действия некоторых новых, новоявленных, новоиспеченных министров, таких как Бенгвир, таких как Смутрич, на наши отношения с упоминавшимися уже сегодня странами, арабскими странами, суннитскими арабскими государствами, которые вошли в так называемое соглашение Авраама, ну и с теми, которые не вошли. То есть может ли это повлечь за собой определенная напряженность? Если те или иные отдельно взятые личности из тех, которые упомянули, не будут слишком резко высказываться на личном уровне. Так вот они-то высказываются, непрерывно этим занимаются. Вот в чем проблема. Если не будут слишком резко высказываться, то я хочу напомнить, что все решения любого толка, касающего внешней политики и обороны, это коллективное решение правительства. И не тот или иной отдельно взятый министр или политик, это меняет курс или направление. В этом отношении основное это, конечно, кабинет, то, что называется военно-политический кабинет, это системы, которые его окружают, это НАЦБЕЗ, это разведсообщества, которые в основном работают достаточно самостоятельно. Они дают свои, высказывают свои позиции, свое мнение, я уже не говорил о вооруженных силах, в этом контексте очень сложно менять курс, вопреки мнению именно этого коллектива. А коллективы работают уже много лет и скоординированно. Поэтому я не считаю, что те или иные отдельно взятые личности или высказывания этих личностей сменят курс или отношения с... Но, конечно, могут там создаваться те или иные недоумения, там, не знаю, не скажут скандалы, но те или иные выяснения отношений, но не более, по-моему. То есть, вам не кажется, что... То есть, вы не считаете, что это может являться в определенной степени угрозой безопасности страны в будущем году? Я бы так далеко не заходил, нет. Ци, последний вопрос в этой части нашей программы. Как, на ваш взгляд, Бениамин Натаньяу, новый старый премьер-министр, будет поддерживать отношения с Россией и Украиной? Как говорится, вопрос миллиона долларов. Во-первых, я уже сказал в другом контексте, по отношению, скажем, того же Натаньяу, его предыдущие позиции по тем или иным вопросам, касающимся внешней политики, оборонной политики и так далее. Это его же политика по отношению, скажем, к России. Много лет он выстраивал эти отношения, он считался, может, и считается пока приближенным к президенту России, как и по многим вопросам у них общий знаменатель. Поэтому я не считаю, что есть тут возможность смены, однозначно смены курса ввиду отношения такого или иного рода к России. Тут есть проблема, потому что на него есть давление со всех сторон, как и на предыдущее правительство, но есть реалии, которые тоже являются фактом у него на столе. Эти реалии вынудили израильское правительство не менять отношения к России, не менять, скажем, взаимопонимание договоренности. Они существуют с Россией по вопросам поставок вооружений, по вопросам, касающиеся поддержки, в той или иной мере, скажем, происходящего в Украине. По-моему, на данный момент в этом отношении ничего не изменит. Будет ли с ним те или иные, скажем, более теплые или иные отношения с Путиным? Другой вопрос, по-моему, да. Да. Кроме этого, существует вопрос, что имелось в виду в этом довольно интимном телефонном разговоре между Путиным и Натанией. По-моему, как раз это намек на то, что Путин, во-первых, передает послание этим, этим же и передает послание, что ожидает от него соответственной поддержки, и не исключаю, что есть возможность, то, что призовут принимать участие в процессе, скажем, в мирном процессе, если такое произойдет. И он, по-моему, в глазах, как минимум, российского президента, подходящий кандидат помочь в этом деле. То есть, по попытке нашего предыдущего премьера-министра Нафтали Беннета, мы помним, что он тоже занимался челночной дипломатией, он ездил к Путину, пытался ездить в Вашингтон, пытался что-то сделать. То есть, на ваш взгляд, Биби как бы в другой весовой категории? Это не та или иная личность, это позиция Израиля как такового. Тут имеется в виду государство Израиль. Государство Израиль занимает достаточно объективную, нейтральную позицию в этом конфликте. Рассматривается как западное демократическое государство, влиятельное во многих отношениях, которое не занимает негативной позиции по отношению, скажем, к России, по отношению к этому конфликту. Поэтому был призван Беннет помочь, хотя тогда это не прошло ни ввиду Беннета, потому что это не его возможности, не его ответственности. Пытался, естественно, подсобить, но там не получается у двух сторон договариваться. И я не знаю, как пройдет сейчас, но в этом отношении Натаньяо также рассматривается как премьер-министр именно такого государства, которое Россия рассматривает позитивно. Но я не знаю, насколько это продолжится, как долго это продолжится. В России есть, вероятнее всего, параллельно с тем, что я уже сказал, в позитивном отношении к Израилю. Есть те, которые рассматривают это именно с негативной точки зрения, которые пытаются в той или иной мере передать достаточно жесткие послания Израилю. Есть в последнее время несколько таких. И подчеркивают именно свои отношения, позитивное отношение к Ирану. И непонятно, какую позицию займет именно Россия в отношении Ирана и в отношении конфликта с Израилем, если такого и будет. И поэтому не все просто и не все ясно. И это одна из основных причин именно нынешней политики Израиля по отношению к конфликтам в Украине. Потому что да или нет, в обозримом будущем придется разбираться и со вторым вопросом тоже. И он непрост. Поэтому Израиль ведет себя достаточно аккуратно. По-моему, это все, что можно пока сказать. Суи, спасибо вам большое. Спасибо. С Новым годом. На этом первая часть нашей программы подходит к концу. Во второй части мы с вами поговорим о угрозах и перспективах, так сказать, мировой политики. А на этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. С нами был Цвим Аген, израильский политолог, дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине. Вел программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. До свидания. С Новым годом. С Новым годом.